Здравствуйте! В эфире программа Бумеранг. Мы говорим о здоровье, о медицине и сегодня мы будем говорить о детях. Гости нашей студии сегодня главный педиатр Минздрав соцразвития Чувашской Республики Лариса Ноктева и врач-пульмонолог, заведующий отделением Республиканской детской клинической больницы Ольга Голубцова. Уважаемые гости, дети это фактически действительно будущее любой нации, да, это наше все, потому что здоровье детей это залог будущих успехов любого государства, даже здесь без всяких сомнений. А как обстоят дела с этим богатством у нас в Чувашской Республики? У нашей Республики на сегодняшний день проживает около 240 тысяч детского населения. Дети у нас это от рождения до 18 лет включительно, то есть 17 лет, 11 месяцев, 29 дней это дети, 18 лет ровно это уже человек, который переходит уже во взрослую сеть. И хотелось бы сказать, что дети в нашей Республике занимают в общей структуре населения 20 процентов. И в последнее время наметилась тенденция все-таки несколько увеличения доли детей в общей структуре населения. Подростки там, по-моему, у нас увеличиваются, да? Вот, у нас увеличиваются именно дети раннего возраста. У нас появились методы социальной поддержки семей, рождают детей вторых, третьих, четвертых и последующих детей. И чуть-чуть сдвинулось с мертвой точки рождаемости. Количество детей рожденных уже стало значительно больше. За последний год у нас на тысячу детей стало больше. Вот, и общее количество детей, которое рождается ежегодно, около 17 тысяч. Ну и я еще подчеркну для наших телезрителей, радиослушателей, что вот эту вилочку, количество смертей рождений. Мы перешагнули в 12-м году в Чувашской республике. Теперь у нас уже рождаемость превышает смертность. Такой трагический момент был в демографической политике и России, и республики. Вот. И хотелось бы сказать, что очень хотелось бы, чтобы данная ситуация сохранялась в нашей республике. Качество детей — это их здоровье. Одним из показателей здоровья населения все-таки является заболеваемость. И вот хотелось бы сказать, что Чувашия, в принципе, не отличаются ни от Приволжского федерального округа, ни от Российской Федерации по уровню общей заболеваемости детского народа. Несмотря на то, что за последние десятилетия Россия переживала большие потрясения, как социальные, так и в системе здравоохранения, все-таки здравоохранение в Российской Федерации относится к передовым. Россия, слава Богу, не относится к странам третьего мира, где каждую минуту, по данным СМИ, умирает около тысячи детей. А какова общая ситуация с детской заболеваемостью в нашей Чувашской Республике? Согласно статистике, в Чувашской Республике на каждого ребенка в возрасте от 0 до 17 приходится около трех заболеваний. Два с половиной трех заболеваний. То есть каждый ребенок, будь то новорожденный или ребенок 18-летнего возраста, чем-нибудь доболеет. Но в зависимости от возраста этого ребенка, естественно, показатель заболеваемости разнится. Например, в период новорожденности показатель заболеваемости у нас 519 на тысячу. То есть каждый второй ребенок из тысячи имеет одно заболевание. Если брать более старшую возрастную группу, там показатель заболеваемости до трех с половиной доходит на тысячу населения. А когда уж он пойдет в школу? А когда уже он пойдет в школу, показатели заболеваемости, естественно, несколько увеличиваются. Это связано с чем? Это связано с тем, что дети у нас проходят периодически медицинские осмотры, дети у нас перед поступлением в школу проходят медицинские осмотры перед поступлением. То есть это следствие выявляемости, да? Это скорее всего, да, следствие выявляемости в том числе. Но к несчастью все равно заболевание – это же следствие чего-то неправильного, как живут и дети, и их родители. Сколько детей являются больными? О состоянии здоровья детей можно судить по тем группам здоровья, которые выставляются в период осмотров медицинских. И получается, что первая группа здоровья у нас в пределах 15-20%, то есть около 18% детей относятся к группе абсолютно здоровых детей. У нас 50-60% детей, есть дети, которые имеют какие-то функциональные отклонения, то есть они не являются больными, но на определенном этапе времени у них сложились какие-то изменения в состоянии здоровья, которые при каких-то обстоятельствах могут либо ухудшиться, либо улучшиться. Медицина наша настроена на то, чтобы сделать все, чтобы их состояние улучшилось. И они перешли в первую группу здоровья. А есть еще группа здоровья, та группа здоровья, которая называется хроники. Их тоже у нас около 17-18-20%. Это хронические больные. Это каждый пятый ребенок. Да, каждый пятый ребенок, получается, имеет какое-то заболевание. В зависимости от того, в каком состоянии это заболевание, в стадии субкомпенсации, декомпенсации, или в стабильном состоянии он имеет ту или иную группу здоровья. И он, естественно, требует какой-то определенный подход к себе. То есть какие-то мероприятия, воздействия, чтобы либо улучшить свое состояние, либо не ухудшить, либо быть вот на том же этапе. А можем ли мы как-то говорить о разнице больных детей по разным территориям? Или нет? В Чувашской республике в каждом районе есть определенное количество детского населения. И оно не одинаково по всем районам. Соответственно, сказать так, что у нас где-то больше заболевают, где-то меньше, это очень сложно. Примерно все одинаково. А какие факторы риска существуют по угрозам здоровья наших детей? Они бывают внутренние, внешние факторы риска. То есть внутренними факторами риска является то состояние здоровья, та наследственность, та генетика, которая подарена ребенку родителями. То есть как и мама с папой, так и уже, к сожалению, закладывают здоровье. Не бывает так, чтобы ребенок родился абсолютно здоровый у больных родителей. У несовершенно здоровых родителей, у больных родителей. И внешние факторы риска. Это и экология, это и питание, это и образ жизни, это и семейные традиции, это и нагрузки какие-то дополнительные и так далее и тому подобное. И питание. Ну то есть, наверное, будут проходить столетия, а факторы риска будут оставаться одними и теми же в основном. А можно говорить о том, какие заболевания детские лидируют в Чувашской республике? Традиционно заболевания органов дыхания занимают лидирующие позиции в среде общей заболеваемости детей и подростков. В целом, по Российской Федерации и точно так же в Чувашской республике заболевание органов дыхания занимает первое место. По данным за 2013 год, заболевания органов дыхания болели 37,5% от общего населения Чувашской республики. Причем тенденция к увеличению. То есть, за последние три года подсчитано, что болезни органов дыхания стали болеть на 9,5% больше населения, чем до этого, и 12,5% больше стали болеть подростки. Но это связано с так называемым гриппом, в основном, наверное, да? Или не только? В структуре заболеваемости болезни органов дыхания первое место действительно занимает острые респираторные заболевания, верх и нижние дыхательные пути. Туда входит и ОРВИ, и грипп, и пневмония. Дальше идут бронхиальная астма, как хроническое заболевание, аллергическое, но это заболевание органов дыхания. И различная хроническая патология бронхоливочной системы, такие как хронические бронхи, бронхотатическая болезнь и абструктивные заболевания. В период новорожденности структура заболевания несколько иная. С учетом того, что новорожденная – это вообще категория отдельная, скажем так, и основное в состоянии их здоровья – это все-таки антонатальный и перинатальный период, то заболевания перинатального периода занимают здесь и лидирующее положение. Сюда относятся и конъюнгационные желтухи на первом месте, на втором месте – это гипоксические поражения головного мозга, на третьем месте уже идут респираторные нарушения. Структура заболеваемости детей раннего возраста, она в принципе та же самая, что и общая структура заболеваемости. То есть это дети первых 3-5 лет жизни, которые начинают посещать детский сад и на первом месте лидирующие позиции занимают заболевания органов дыхания. Затем идут заболевания глаз, затем идут заболевания мочеполовой системы, затем идут заболевания костно-мышечной системы и так далее. В школьном возрасте структура заболеваемости складывается из других показателей, не по обращаемости к лечащему врачу, а чаще всего по результатам медицинских осмотров. И еще раз хотел бы сказать, что в структуре заболеваний детей подросткового возраста, школьного возраста, раннего школьного возраста уже на лидирующие позиции выходят заболевания глаз. Это и близорукость, это и стигматизм, это и различные воспалительные заболевания глаз, это и продолжение врожденных каких-то заболеваний, патологии органов зрения. Затем костно-мышечная система, это и нарушение осанки, это и нарушение походки, это и нарушение различные со стороны стоп, костно-мышечная система и так далее. Здесь же появляются и выходят на более высокие позиции заболевания желудочно-кишечного тракта. Это следствие стресса, скорее всего, да, и неправильного питания в том числе. Заболевания нервной системы, утомляемости и так далее. И заболевания системы кровообращения. Подростки более старшего возраста, 15, 16, 17-летнего возраста, они уже у нас более взрослые, и, естественно, появляются такие заболевания, как вегетососудистая дистония, которые также формируют заболеваемость детей. Ранее детское курение тоже накладывает отпечаток на характер таких болезней? Ранее детское курение, да. Это и повышаются заболевания, так сказать, болезни органов дыхания, нервной системы и кровеносная система страдает. То есть это фактор риска, который приводит к развитию неинфекционной патологии. Это заболевания дыхания, кровообращения, эндокринной системы тоже. И здесь в структуре заболеваний подростков и детей школьного возраста тоже начинает, так сказать, поднимать голову заболевания эндокринной системы. То есть это инфекционное питание. На тех, что мы в эндомическом районе живем, да, это сказывается на наших детей. И заболевания щитовидной железы и так далее. Раньше в детских садах, когда мои дети были маленькие, таблеточки давали, сейчас прекратили это делать, не знаю почему, по экономическим соображениям, или это новая такая методология. Но сейчас, наверное, скорее всего, эта надобственность на родителях лежит. То есть родители знают, существует реклама, социальная реклама, медицинская реклама. Клинаргическая служба очень хорошо развита в республике, да? Есть возможность и обследование проводить, и вовремя начинать лечить ребенка. И обследование, да. И в детских садах проводится адептимизация только по согласию родителей. То есть родитель должен дать согласие на то, что как будет витаминизироваться ребенок, будет ли это дополнительно даваться питание и фрукты, или это будут добавляться специальные витамины в питание, которые дается ребенку во время. Это же как раз тоже снижение рисков. Обращение к медикам по поводу различных факторов, фактов бытового травматизма, уличного травматизма. Опять же, это возраст детей предшкольного, школьного возраста. То есть особенно в то время, когда родители отсутствуют дома, во время каникул, да, во время выходных, отпусков и так далее. К сожалению, хотелось бы отметить, что в структуре детской смертности очень большое место принадлежит травматизму или внешним факторам. То есть 70% детей у нас погибают от внешних причин. Даже вот на сегодняшний день, вот по сегодняшним данным, получилось у меня, что около 60% детей от 0 до 17 у нас погибло от внешних причин. Из числа погибших? Из числа погибших в этом году. И большая доля – это все-таки дети старше года. В абсолюте у нас 11 человек погибло при дорожно-транспортных происшествиях. 9 человек в результате суицида, то есть повешение – это подростки 16-17-летние. Значит, 9 детей у нас младшего школьного, среднего школьного возраста погибли от утоплений. 8 человек при пожарах. То есть вот эти вот случаи, которые, в принципе, можно было бы избежать. То есть их можно профилактировать. Да, и близкие были более внимательными и задумались, что происходит с ребенком, да? То есть фактор риска такой – это забота или отсутствие заботы. Здесь как раз можно сказать, что одним из факторов повышения здоровья на одном из этапов стоит семья именно. То есть тогда, когда медики все свое внимание и все, что они могли сделать, они сделали, ребенок не должен оставаться одним, а он должен быть в семье. И семья должна заботиться о том, чтобы его здоровье было и процветало. Ну, традиционный вопрос программы – как устроена работа вашей службы? Педиатрическая служба. Наверное, я не скажу чего-то нового, потому что вся наша система здравоохранения в Чувашской Республике, практически каждый профиль строит свою работу на трехуровневой основе. То есть первый уровень – это традиционный муниципальный уровень, это самый близкий к населению уровень, который обеспечивает доступность в центральной районной больнице, это поликлиники, та служба, которая оказывает первичную медико-санитарную помощь. В нашей Республике в каждом районе есть детские консультации, которые обеспечивают доступность медицинской помощи сельскому населению. В каждом районе города существуют детские консультации, имеющие определенную территорию обслуживания детского населения. Второй уровень – это межрайонный уровень. С учетом того, что каждый район не может обеспечить оказание специализированной помощи ввиду объективных причин, то есть это отсутствие диагностической, возможно, базы, отсутствие кадров сквалифицированных, отсутствие определенного набора оборудования для оказания этого вида помощи. И поэтому решено было создать компактность нашей Республики. И поэтому был создан второй уровень – это межмуниципальный или межрайонный уровень, это крупные межрайонные центры, их пять у нас в Республике, оказывающие помощь детям. И высококвалифицированную специализированную помощь – это третий уровень оказания медицинской помощи. По профилю педиатрии – это городские больницы многопрофильные, их у нас три. В Чувашии, в Чебоксарах – это детская республиканская больница, это детская больница номер три, и детская больница номер четыре по профилю токсикология. В основном вся специализированная помощь медицинская для детей по разным профилям у нас сосредоточена в Республиканской детской клинической больнице. Кроме того, специалистами нашей больницы организуются выездные бригады в различные районы. По заявкам от районных педиатров осматриваются пациенты и организуются их дальнейший маршрут. Есть у нас проблемы с педиатрами на всех этих уровнях? Несмотря на то, что делается все для того, чтобы как-то минимизировать дефицит кадров, он пока еще сохраняется, в том числе и в педиатрах тоже. То есть участковая сеть у нас на 65-70% снабжена врачебными кадрами, ну и вот недавно на коллегии Минздрава говорили о том, что, к сожалению, врачи или средний медицинский персонал, которые должны в школах наших присутствовать, да, у детей огромная напряженность, то, что не хотят, хотя, несмотря на повышение зарплаты или какие-то медработники в детских садах, да, полностью не укуплектованы, к сожалению, тоже, да. Поэтому, наверное, миссия педиатра, она вообще такая священная уже становится на территории. Дефицит педиатрических кадров, в том числе и специалистов узких профилей, компенсируется тем, что наша республика компактна, и даже из дальних районов можно доехать до консультативной поликлиники Республиканской детской клинической больницы, где можно получить качественную консультацию специалистов. Ну и что делает государство? Вот какие целевые программы помогают оздоравливать наших детей более качественно? Ну, в нашей республике реализуется ряд программ, как российских, общероссийских, так и наших чувашских программ. В том числе одной из программ, где затрагиваются именно область материнства и детства, это дети чуваши. И вот сейчас программа, принятая до 2020 года, это развитие здравоохранения Чувашия, в которой четко прописаны многие целевые показатели, которые характеризуют деятельность службы охраны материнства и детства. Там прописываются как показатели, так и пути достижения этих показателей. В детской терапии, в педиатрии, какие новые технологии, чем можно гордиться? Если говорить о высоких технологиях в медицине, то в настоящее время, в основном, если это терапевтические какие-то дисциплины, то здесь на первый план выходят фармакологические препараты, то есть это препараты современной антибактериальной препараты, современные методы ведения этих препаратов, а также геноинженерные препараты, применяемые при лечении различных заболеваний. Буквально еще до рождения ребенка возможно проведение части исследований или обследования плода, которое в дальнейшем будет существенно влиять на его состояние здоровья. С 2012 года в нашей республике проводится пренатальная диагностика по новым алгоритмам, то есть там идет уже компьютерная обработка тех данных, которые получает врач при исследовании биохимических маркеров крови матери, плюс добавляются туда ультразвуковые маркеры плода и формируется уже результат. Либо высокий риск развития внутриутробной патологии, либо низкий риск развития внутриутробной патологии. И уже женщина, будучи беременной, знает практически состояние здоровья своего плода. Новые методы диагностики и в акушерстве, и в неонатологии, новые методы лечения в неонатологии способствуют тому, что увеличивается выживаемость детей. Выживаемость детей как с различной патологией внутриутробной, так и с детей, рожденных с экстремально низкой массой тела. С 2008 года наша республика вошла в пилотную программу по выхаживанию детей с экстремально низкой массой тела. И поэтому буквально до 2012 года, когда на все территории Российской Федерации пошла регистрация, этих детей, мы уже наработали определенный опыт по выхаживанию данных детей, по снижению заболеваемости первичного выхода на инвалидность этих детей и по увеличению их выживаемости. Помимо этого, программа модернизации, которая была по всей территории Российской Федерации, затронула и нашу Чувашскую республику, позволила обеспечить все родовспомогательные учреждения необходимой аппаратурой, в том числе и кювезами, в том числе и аппаратами искусственной вентиляции легких, и мониторными различными системами, которые позволяют мониторировать все жизневажные параметры детей, даже тех, которые родились с массой менее килограмма. И какой-то у нас замечательных два реанимобилей, суперских, телевидение российское приезжало, снимало все это. Практически еще в прошлом веке, с 90-х годов, начала функционировать реанимационная служба, служба реанимации новорожденных. И тогда впервые стали вводиться методика выезда на место реанимационной бригады, то есть стали функционировать выездные бригады. Естественно, тогда они имели не те возможности, не те автомобили, которые существуют сейчас. На данный момент в нашей республике, в структуре президентского перинатального центра существует выездная реанимационная бригада, которая оснащена двумя реанимобилями «Фольксваген», которые оснащены всем необходимым для того, чтобы оказать помощь ребенку, в том числе маловесному ребенку, родившемуся в тяжелом состоянии, не только оказать помощь, но и довести его из любой точки нашей республики в отделение реанимации новорожденных. И не только в отделение реанимации новорожденных, но и вывести за пределы Чувашской республики при необходимости. Высокотехнологичная помощь детям в Чувашской республике оказывается также по профилям. Вот неонатология, имеется профиль неонатологии, имеется профиль офтальмология, детям также оказывается на территории Чувашской республики. Получают у нас гематологию, онкогематологию, лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи и по другим профилям тоже. Но это не говорит о том, что дети нашей республики лишены возможности получать высокотехнологичную помощь по другим профилям. Всего за год за пределы Чувашской республики федеральные центры, более 700 детей отглавляются на оказание ВМП, поэтому разработан специальный порядок. Мы можем говорить о каких-то достижениях, обобщая все это дело, помощи больным детям? Одним из важнейших показателей деятельности службы здравоохранения вообще и родовоспоможения детства в частности является показателем ладенческой смертности. И нам есть чем гордиться. Мы на втором месте в России. Да, мы на втором месте по данному показателю в Российской Федерации после Санкт-Петербурга. Ну что ж, столичные показатели, столичные показатели. Да, и вообще мы в пятерке лучших. И вообще мы в пятерке лучших по оказанию помощи детям раннего возраста, скажем так. Ну вот с учетом того, что основная масса смертей детских, я читала, вообще в мире, это до пяти лет, да, видимо там, где еще организм маленький и не способен справляться. Ситуация, как я понимаю, уважаемые радиослушатели и телезрители, у нас довольно-таки хорошая. Да, это радует, это радует. Ну а какая работа проводится вашими службами для снижения риска возникновения заболеваний? Собственно, это вопрос профилактики. Одной из задач системы здравоохранения является расширение реабилитационных мероприятий для детей с хронической патологией. За последний год в Чувашской республике из детей с хроническими заболеваниями получили реабилитационное лечение 53 тысячи. Среди них, в том числе, санторно-курортное лечение получили 6 тысяч детей. Это достаточно большая цифра. Кроме того, с 2009 года на базе Республиканской детской клинической больницы открыт и в настоящее время прекрасно функционирует. И пользуется очень большая популярность у родителей. Это Республиканский центр восстановительного лечения. Это центр с передовой технической базой и прекрасными специалистами, основной целью которых это вернуть здоровье, утраченное здоровье в центре с хронической патологией или восстановить до каких-то оптимальных позиций его физическое и психическое здоровье. Основной категорией пациентов этого центра является, да, действительно, дети с нейрологической патологией. Но, кроме того, там проходит и соматическая патология, другая, и с костно-мышечным нарушением, с костно-мышечным аппаратом. Применяются более 60 видов различных методик восстановительного лечения. Применяются как медикаментозные, так и немедикаментозные методы лечения. Причем они сочетаются с психолого-педагогической коррекцией и социальной поддержкой. Кроме того, открыта школа для родителей и детей с детским церебральным лечом, где родители обучают методикам массажа, кондуктивной педагогики. Также психологически поддерживаются родители. Помимо центра, прикрепленного к нашей республиканской клинической детской больнице, в Чувашской республике существуют еще и санатории, это лесная сказка для детей с хронической патологией. И кроме того, есть республиканский центр для детей и подростков с ограниченными возможностями. Ну еще санаторий у нас есть в Алатырском районе, прекрасный сосновый бор, Чуварлейский бор. Хочу обратить внимание родителей, что помимо центров остановительного лечения для профилактики заболевания, для выявления на ранних стадиях каких-то заболеваний, существует в нашей республике два центра здоровья. Один центр здоровья располагается на базе третьей больницы, городской детской больницы номер 3. И второй центр здоровья сейчас уже располагается на базе первой детской городской больницы. Они занимаются не только работой именно в центрах здоровья, но и занимаются выездной работой. Есть специализированный автобус, который выезжает в центры, межрайонные центры в различные уголки нашей республики для работы с детьми, именно с детьми от 0 до 17 лет по формированию здорового образа жизни. Ну и завершая нашу программу, что мы могли бы пожелать родителям, потому что дети – существа, конечно, маленькие, еще они редко могут о себе позаботиться, разве что в старшем возрасте. Уважаемые родители, хотелось бы сказать, что здоровье ваших детей в ваших руках. Как вы относитесь к своему здоровью, так и ваши дети будут относиться к своему здоровью. И как вы привьете ребенку навыки по сохранению его здоровья, таким оно и будет в дальнейшем. Уважаемые родители, врачи всегда рядом и помогут вашему ребенку, если он заболеет. Но все-таки, чтобы он не болел, прежде всего, вы должны привить ему правильные привычки, правильный образ жизни. И эти привычки и правильный образ жизни вы должны показать им своим примером. Ну что ж, спасибо нашим гостям. Все правильные слова сказаны. Мы желаем здоровья и папам с мамами, и их деткам. Субтитры создавал DimaTorzok